Сегодня я вам немножко, буквально, наверное, в нескольких словах расскажу про Варниш. Варниш это такой кэширующий, реверсивный прокси. Почти как джинкс, только более специализированный. И, соответственно, имеющий больше предоставляющий информации о ситуации и позволяющий на лету делать многие вещи. Например, что может эта штука? Во-первых, если он джинкс по умолчанию кладет кэш, даже который мы настроили на диск, но мы можем его обмануть и смонтировать папочку, куда он кладет файлы с помощью time.pfs и все на самом деле будет в оперативной памяти. То Варниш... Соответственно, какие плюсы, какие минусы? Оперативная память работает, естественно, быстрее и кэш будет... Но если мы перезагружаем систему, мы теряем весь кэш и, соответственно, нам понадобится дополнительное время на так называемый разыграй в кэше. То есть на то, чтобы данные попали в кэш-зану. Варниш действует по-другому. Он складывает данные изначально в оперативную память, но позволяет настроить файл, в который он будет скидывать кэш, то есть параллельное такое хранение, из которого при перезапуске системы он сможет подгрузить весь кэш и, соответственно, временный разыгрыв сокращается значительно. То есть это такие... Кэш-з-бэкапом, что ли? Это первое. Второе. У него гибкий язык настройки. VCL, по-моему, называется. Посмотрим еще. Там можно делать сложные правила, что кэшировать, что не кэшировать, что, может быть, запретить, да, вообще от кэширования. Он компилируется в C и, соответственно, быстро эти правила исполняются очень быстро, почти без какой-то нагрузки на систему. Также можно, если вы продвинутый, так сказать, специалист, писать эти правила на чистом C, то есть у варнишевых фактически безлимитные возможности для обработки HTTP-запроса. Он работает только по HTTP, то есть это... Только по HTTP, да, то есть если Nginx у нас сейчас, в последнее время, его недавно научили проксировать любой TCP-трафик, то есть можно, например, использовать Nginx вместо хаб-прокси. Хаб-прокси – это еще одна программа для... ну, higher availability, ну, она позволяет строить конфигурации и высокой доступности. вот, то варниш, он сугубо по HTTP работает. Так. В принципе, он может выступать так же, как в качестве HTTP-файрвола. HTTP-файрвол – это некая программа, которая работает на, как вам получается, на седьмом уровне модели оси и может блокировать какие-либо атаки на ваш сайт на уровне, там, SQL-инъекций, XSS и прочих таких штук. Не спрашивайте меня, как это делать, я вам этого не скажу, потому что сам не знаю. Это вкратце, да, возможности. Давайте попробуем буквально на живую, на моем домашнем сервере установить варниш, посмотреть, что из этого получится. Для начала потестируем, ну, как бы вообще-то все дело. AB – это патч-бенчмарк, проставить элит для тестирования нагрузки, простой нагрузки. Допустим, 2000 запросов с частотой 10 запросов в секунду. Сейчас он немножко поддосит, так сказать, мой срок. Чувствую, 1000 бы хватило. Так, ладно, пока он тут что-то делает. Посмотрим, как установить, вообще, варниш. Сайт называется VarnishCash.org И у него где-то тут есть ссылочка, можно легко установить. QuickInstall on Debian. У меня Debian. Теперь пойду на мой сервер. Мерс. 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 Крикун. ставим устанавливаем ключик это мы сейчас добавим фирменный репозиторий ваша потому что в нем обычно более свежих слов чем официальных позитор тут можно делать сугубо на копипасту не интеллектуально скотчу так у нас как раз здесь закончилось тестирование мы видим что в среднем 581 миллисекунда на запрос 17 и 2 запроса в секунду ставим себе на память нет лично остановилась по умолчанию нас варниш слушает на каких-то своих портах 6081 6082 сейчас мы это изменим смотрите варниш такая прослойка между обработчиком и пользователем причем связи в том что если капачу или конжинксу мы можем приделать обработчик в данном случае PHP и они будут общаться например по FSCGI или в Apache это вообще модуль Apache то варниш так не умеет он умеет только HTTP соответственно у нас есть два варианта поставить его вообще перед пользователем на 80 порт и дальше проксировать на какой-то backend либо если мы хотим чтобы вначале был сервер такой более стандартный Nginx например то сзади нужно поставить еще один сервер с бочка да то есть например Nginx варниш а патчем от PHP вот так как у меня сейчас Nginx плюс HPFP который общается по FSCGI то мне придется поставить варниш прямо перед Nginx для этого нам нужно Nginx перевесить на какой-то другой порт а варниш повесим на 80 собственно чем мы сейчас займемся так и тут немножко проблем потому что на каком порту что у нас написано во всех виртуальных хостах до 180 по идее это все можно заменить с помощью села если бы я понял ммм Спасибо. Где-то не получилось. Option файл. и нет как-то по-другому кто-нибудь помнит сет? ага, в кавычках надо было ага, в кавычках надо было все понятно, да, что случилось? да, мне нужно было поменять во всех файлах в этой директории и я воспользовался сетом сет, собственно, такой потоковый текстовый редактор его все боятся и никто его не знает, в том числе и нормально но он позволяет делать такие вещи регулярными выражениями? да, у него свой как бы язык но регулярки там тоже поддерживаются а вот S это замена то есть, в принципе, вот ну, не то чтобы консольный вид, но она тоже консольный да, именно потоковый то есть, вы ему подаете что-то на вход он это дело обрабатывает и выдает уже поток измененный меня обычно перенаправляют куда-нибудь, это безопаснее потому что вы могли напортачить и у вас файл уже изменился, да, ну, с ошибкой получился поэтому обычно просто перенаправляют в какой-то файл но вот параметры минусай позволяют изменить прямо тот файл, который вы обрабатываете на лицу по идее, здесь должны быть бэкапы я надеюсь на это нет, бэкап я не вижу окей теперь делаем минус t да, конфигурается нормально можем перезапустить ну, понятно, что если это продакшен, то у вас сейчас все сайты как бы упадут сейчас поэтому мы то есть, я могу себе это, скажем так, позволить а вообще наверное, так делать не надо сервис а не получилось а не получилось у меня там упачек куда-то взялся ну, да все, перевесил теперь сайты не доступны, собственно а а а а а а а а откуда там откуда там а а а а а а а а нет а 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 ладно пока сделаем а а а а а а как а так где-то все равно 80 50 порт как-то дефолтный, дефолтный настройки все повесим мы можем подключить теперь нам нужно повесить на 80 порт наш варниш и сказать ему, что проксировать на порт 8080 у нас здесь systemd и я не уверен, что у нас есть варниш варниш не создает свой файл в директории etc. systemd создает в системной директории по-моему lib systemd здесь systemd вот варниш вот варниш менять здесь наверное не очень хорошо но честно я не знаю можно ли скопировать этот файл в директории etc. systemd и уже там поправить но мы сейчас проверим здесь у нас краткое описание что с памятью где у нас базовый файл с описанием правил для варниша и вот здесь вот наши порты это порт на котором слушать это адрес куда подключаться варниш есть утилита варнишадом это такая командная строка для варниша и соответственно путь до файла авторизации и вот здесь вот указывается где хранить файл кэш этот молок это значит оперативной памяти и размер доступной варнишу оперативной памяти если у вас какая-то недорогая в поиска например то наверное 256 мегабайт это будет много поставим 64 я думаю что это вполне может быть достаточно сохраняем и у нас не получилось но он по-прежнему слушать на нашем парке все равно не получилось иначе будем менять прямо там все равно не то сделал ключ наконец-то так он служит на 80-ом порту скорее всего проиксирует он не совсем туда куда нам надо надо поменять правила нет 8080 как раз он проиксирует на локальный адрес 8080 и можем посмотреть заработал ли наш сайт и почти заработал почему не заработал совсем потому что здесь почему-то пустой конфиг да я сделал simlink но видимо неудача поэтому я делаю это наверное неправильно некрасиво но я использую нс для таких вещей Как понять, что вы работаете через Варниш? Посмотрю заголовки. Вот написано VIA 1.1 Варниш RCA4. В самом Варнише. У него есть отдельная утилита для... Варниш, в общем, лог не пишет, по умолчанию, по крайней мере. Он отводит какой-то блок в памяти, и мы можем... Ну, для хранения текущих логов, мы можем это дело посмотреть. И получим, собственно, очень подробный лог всех запросов. Что за прав... Ну, стандартные заголовки. Хит-хит. Пасс. Да, то есть он пропустил, по-моему. У меня где-то там был... Я видел хит раньше. Ну, это еще раз. Ну, это еще раз. Откуда-нибудь. Открыл отар. Опа. Проблемы с рирайтами какие-то. Хорошо, что я это увидел. Собственно, я пытаюсь показать, что она берется из каши, но не могу. Нет никакой функции file ввести. Вот это все. Наверное, можно. Вот append файл на минуса вывод в файл. Text output. Дописывать в файл. Только backend, только клиент, records. Так. Ну, с Vardiflock он тоже? Система интеллизации запускается? И как демон работает? Ну, практически, да. То есть он смотрит определенную область и выдает эти данные. Возможно, у меня еще не работает из-за определенных заголовков. Потому что у меня там еще впереди и, скорее всего, какой-нибудь Cloudflare. Ну, блин, давайте попробуем также взять и запустить Apache Benchmark. Смотреть, вообще что-нибудь изменилось. Хотя там, кажется, что ты сломал. Это базовый, так сказать, установка, да, вообще без каких-либо настроек. Но я пробовал все локально, оно работает. Да, там прямо видно, что он пишет хит. То есть он попадает. В первый раз он проксирует на backend, чтобы получить данные. То есть он кладет их в кэш. При повторном запросе он выдает уже сам. То есть он пишет хит, типа я попал в кэш. Теперь давайте просто полистаем документацию. И кратенько обсудим, что можно вообще делать. Варниш может по определенным правилам проиксировать на, допустим, разные бэкэнды. По умолчанию настроен вот один, который мы уже видели. Который мы и сами подстроились. Но можно указать любой другой. То есть он работает по TCP и фактически это может быть не обязательно на той же машине. Если у вас огромная система, то это может быть просто на другой сервер. Кстати, у нас таких серверов может быть, ну вот здесь показано несколько. Например, мы определяем два бэкэнда стандартные и там у нас какой-то Java бэкэнд. Который слушает на другом порту или на другом IP адресе. И, допустим, все запросы в директорию Java. То есть на тот же сайт, но по пути Java у вас будет выдаваться, соответственно, отправляться запросы на бэкэн с именем Java. А все остальные запросы будут идти на какой-то стандартный бэкэнд. Можно точно так же по доменам именам сделать перенаправление. То есть по swarmage может обслуживать ряд сайтов, которые обслуживаются разными бэкэндами. И по хосту, по имени хоста это все дело перенаправлять. Директор. Что такое директор? Это когда у вас создается некий пул, то есть набор бэкэндов, в котором ротируется по какому-либо алгоритму. Например, производительность может повысить. Пока один бэкэнд обрабатывает один запрос, другой бэкэнд обработает другой запрос. Либо повышение надежности. Соответственно, есть разные алгоритмы. Здесь показан round robin, то есть по очереди. Либо может быть случайный выбор бэкэнда из набора. Либо вот тут написано, что если вы достаточно крутые, вы можете написать собственный алгоритм выбора. То есть собственный директор. Но и это еще не все. То есть если вот это в принципе может и Nginx, то вот эту штуку я не уверен, что он может. То есть по идее Nginx точно также может все, потому что у него есть встроенный интерпретатор перла, например. И вы можете на перле написать вообще все, что ваше душе было. Но здесь это из коробки. Он может проверять живой ли ваш бэкэнд. То есть в данном случае он пытается обратиться в корень сайта. То есть вот по этому адресу. И если там что... Из пяти запросов три говорят, что все окей. С интервалом в пять секунд. Окей. В данном случае скорее всего ответ 200. То есть классический, что все хорошо. То значит бэкэнд живой. Его можно использовать. Естественно в директоре он в этом случае автоматически и выбрасывает из ротации неживые бэкэнды. То есть если бэкэнд упал, то он просто не используется в ротации. И по-моему это очень круто. Что еще можно сделать? По идее можно сделать так, что если у вас вообще все бэкэнды дохлые. Не знаю с чем это может быть связано. Сеть там сломалась и сразу вся ферма бэкэндов упала. То он может продолжать выдавать из кэша данные. Из своего. И тем самым перекрыть так сказать вашу мягкую точку. То есть есть время жизни кэша. Но вы можете назначить какое-то дополнительное время жизни сверх этого. Допустим 2 минуты. И написать свой обработчик. Hit это VCL. Hit это попадание в кэш. То есть работа с тем, что считается как-то. В каком случае выдавать из кэша. То есть если время жизни больше нуля. То типа доставить это. Это сразу вот то, что в TTL. Как бы это сказать. Ну вы поняли. То есть это время жизни еще не вышло. Уже время жизни пошло. Уже этот кэш можно использовать. Если у нас время больше TTL. Плюс дополнительное время. Которое мы разрешаем использовать кэш. Опять же больше нуля. То тоже выдать данные. Деливер. То есть из кэша. Иначе. Обратиться. Фетчет. Обратиться на бэкэнд. За новыми данными. За обновлением кэша. И соответственно это можно. Не знаю. Объединить. Объединить с проверкой на. То что ваш бэкэнд жив. Да. Хэлс. Вот эти все примерчики. Это какой язык? Это их какой-то собственный BCL язык? Да. Вот этот язык. Варниш. Что-то там. Конфигурационный лэнгвич. Тот самый язык описания. Того. Что делать. Конкретно варнишевский. Который как раз в. Как я говорил. Все интерпретируются. И уже исполняется. Сишний интерпретированный код. Ну. Скомпилированный. Получается. Еще интересная возможность. Например. Мы можем. С помощью варниша. Определять. Устройство. С которого произошел запрос. Например. Что это мобильное устройство. Ну. Телефон. И в зависимости от этого. Опять же. Выдавать данные. То есть. Либо. Мы можем сообщить. Бэкэнду. Что у нас. Вот такое. Это устройство. Выдаем. Данные. Подготовленные. Для этого устройства. Либо. Мы можем. Вообще. Проиксировать. На отдельный. Бэкэнд. Бэкэнд. То есть. Например. У нас. Один. Бэкэнд. Обслуживает. Десктопных. Пользователей. Другой. Мобильных. Пользователи. Я не буду. Детально. выдаваться. Все это. С помощью заголовков. Делается. У нас. Юзер. Агент. Такой. Заголовок. Который. Всегда. Передается. Который. Ам. Вот. Смотрите. Видно. Что. Не знаю. За чего. Может быть. Из-за того. Что я отключил. Какие-то другие. Сайты. Сейчас. Работает. Только. Один. Сайт. Но. Ситуация. У нас. На. Время. На. Один. Запрос. Секунду. Больше. И. Главное. Что. У нас. Снизилось. Время. Самого. Длинного. Запроса. Довольно. Сильно. Да. Было. Стало. 2,6. Было. Четыре. Секунды. Почти. В два раза. В полтора раза. Где-то. И. При этом. Мы. Ничего. Совсем. Ничего. Варниш. Варниш. Тут. Что. Нужно. Понимать. Что. Варниш. Умный. Но. Он. Каширует. Результат. Вообще. Всей страницы. Все. Это как. Фэссиджай. В. В этом. В. 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 более интеллектуален и если он увидит что там что-то изменилось то сделает так как варниш гибко настраивается что можно сделать например вы можете собирать свою страничку из каких-то блоков то есть с помощью варниша можно конструировать страничку какой-то код вас динамический например форма регистрации или там данные пользователя здравствуйте басе какие-то данные они стабильны да то есть текст страницы если вы его не обновляли то что его 10 лет еще обновлять не будете просто написали статьи забыли соответственно часть кода идет на backend часть кода прямо варниша удается то есть при больших нагрузках это позволяет очень сильно сэкономить потому что вы можете собирать свою страничку как пазл что-то кэширует что-то не кэшировать и так далее но это продвинутый вариант это все что я хотел рассказать то есть такое очень обзорная я сам никогда его не использовал варниш поэтому к сожалению не могу детально рассказать если есть какие-то вопросы то я могу попытаться на них ответить но вот это все все фичи связаны со скидыванием файла это все тоже через конфиги но то что он параллельно же бакап делает кэша который потом да 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 так далеко ушел вот есть набор сторич бэкэндов стандартный вот этот молок который там указан это просто в память есть файл где вы указываете путь до файла и точно также размер и он будет туда скидывать как быкал есть вот какой-то экспериментальный персистент то есть когда он то есть теоретически если ваш файл там корруппится если все резко выключается свет теоретически файл может сломаться и тогда у вас есть каждого бакап кэша и вот персистент у вас пишется файл как бы кусками то есть какие-то файлы кусок файла закрыт уже часть пишется таким образом теоретически вы потеряете только какую-то часть кэша вот есть вот такая трансистент сторидж это хранение для краткоживущего кэша то есть вы можете настроить видимо параметр шортлифт все что меньше этого параметра ну по времени естественно то будет скидываться в кэш с именем транс сайт но это короткоживущий а какие-то объекты с длительного времени жизни будут скидываться в другой кэш фактически можно настроить несколько 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 бакам то есть хранилища это как бы бакэнд да тоже для своего рода можно их несколько хранилища для кэша сделать соответственно наверно основной вопрос это нужен ли вам варниш нужен ли вам варниш мне кажется что варниш можно использовать вот в небольших нагрузках по двум причинам во первых вы можете включить кэширование не задумываясь на то есть если на джинксе вам нужно специально включать кэш здесь вам фактически нужно просто повесить варниш на 80 порт там веб-сервер на там 8080 и все у вас уже включено кэширование причем достаточно интеллектуальное и как вот пишет создатель варниша они стараются настройки по умолчанию сделать достаточно эффективно второй вариант можно включать скажем так на время то есть если вы знаете что у вас ожидается скачок нагрузки и вам нужно его выдержать вы можете точно также включить на время варниш и потом выключить в принципе джинкс может все то же самое почти все то же самое но требуется дополнительная настройка еще вариант когда вы знаете что у вас вы строите какое-то не просто там свой сайтик хостите а вы строите какую-то систему который вы знаете что она будет расти товар наш неплохой вариант потому что он может неплохо работать и на маленьких нагрузках и отлично масштабируется на большие нагрузки и в будущем вам не придется менять приложение которое вы используете я кстати не сказал об утилитке я сейчас детально опять же не буду рассказывать но есть котель это варниша которая позволяет на лету менять многие настройки то есть варниш ты перезапуск варниш требуется только для ну какие-то глобальных изменений например для того чтобы повесить его на другой порт отсюда можно насколько я понимаю во-первых посмотреть статус автор и по-моему даже запустить дочерний процесс давайте посмотрим ради интерес нет полначально запускается два процесса что еще можно сделать важность позволяет загружать несколько вот висели в лот например несколько конфигов то есть если вы знаете что вам нужно переключиться на новый конфиг вы просто загружаете его и отдельной командой вот юс вы переключаетесь на конфиг видите что у вас конфиг не поехал на что то не так а предыдущее решение в принципе отработано хоп тот же переключаетесь на предыдущий конфиг прямо на лету то есть варниш относительно нжинкса более динамичный и он предоставляет больше информации то есть если по умолчанию нжинкс статус вы можете только читать логи и и вы можете посмотреть страницу статуса бесплатном джинксе страница статуса стоит полно из трех цифр вот то есть ну не детально прямо скажем здесь вы можете посмотреть вообще каждый запрос на лету на с помощью варниш лог и вообще несколько утилит варниш до основной давать не шлока варниш адом варниш статус прямо детальная статистика и сразу с информацией кстати вот кстати варниш хит на пока я там что-то накручивал мы получили 2004 попадания в кэш все 52 промах и варниш топ текущий текущая буквально информация последний запрос наверное на что больше всего потратилось времени да на какой мой то есть вы прямо видите на какой стадии вас тратится больше всего времени на запрос а танжинкса вы такого не дождетесь на протокол уровня диагностируемость и вот теперь наверно все если нет вопросов тогда всем спасибо и видимо до следующего раза